Американскому сенатору Джону Маккейну мы как-то посвятили в нашей программе довольно много времени. Маккейн в прошлом военный летчик, воевав во Вьетнаме и сбит советской ракетой. Маккейна спасла глубокая грязная лужа, куда он плюхнулся после катапультирования. Вьетнамцы долго выуживали его оттуда, потом склеивали переломанные руки-ноги, вылечили все, кроме головы. Так и отпустили домой, в США. С тех пор Маккейн развлекает публику. У него даже есть свой фан-клуб. Признаюсь, я в нем. Как можно вечно смотреть на небо и огонь, так можно вечно разглядывать и слушать Маккейна, наслаждаясь и сочувствуя одновременно. Новый выход артиста на свет рампы случился не далее, как вчера в Молдове. Начало было стандартно. Россия – газовая заправка, замаскированная под государство. Зато потом новая вариация – это мафия, которая руководит газовой заправкой, замаскированной под государство. На этом Маккейн не успокоился. Всех желающих в Молдове он обещал залить американским сжиженным газом, а молдавским студентам сулил защиту, цитирую, «в случае военного вторжения России». В финале выступления следовал призыв к молдаванам самим определять свое будущее и, цитата, «мы никогда не позволим России и Владимиру Путину лишить народ Молдовы свобод и прав, а также возможности выбирать свое будущее». Эта билиберда не комментируется, потому что ничего не значит. Просто шоу. Маккейн не несет ответственности за свои слова по двум причинам. Первая причина – секретно, поскольку принятая в таких случаях деликатность не позволяет оглашать медицинские диагнозы, тем более у сбитых летчиков. Вторая – Маккейн в силу своего статуса не принимает решений и, слава богу, ни за что не отвечает вообще. С него только провоцирующие шоу. За них мы Маккейна и любим. За контраст с реальностью. Реальность же была подтверждена на этой неделе в Женеве, где голос США звучал совсем по-другому, нежели от Маккейна. Напомню, в четверг 17-го в Женеве состояла встреча так называемой «четверки». Это главы дипломатии России, США, ЕС и Украины. От России, понятно, Сергей Лавров. По итогам приняли общее заявление. Важно, что в тексте документа нет слова «Крым», как нет и никаких претензий к России. Заявление серьезно и требует от украинских властей начать работу по новой конституции. При этом процесс должен быть инклюзивным. То есть, цитирую, на базе широкого национального диалога с охватом всех регионов и политических образований. Собственно, то, о чем Россия говорила всегда. Кроме того, на Украине должны быть разоружены все вооруженные формирования. А захваченные здания и площади, включая Майдан, следует освободить. Понятно, что Восток сделать это сможет, когда оттуда выведут армию. В любом случае, заявление «четверки» осуждает любые проявления экстремизма, расизма, религиозной нетерпимости, включая антисемитизм. Привет партиям «Свобода» и «Правый сектор». На этом разъехались. Маккейном в Женеве и не пахло. То есть, американский бродячий цирк отдельно, а официальная позиция США отдельно. Женева в этом смысле порадовала.